Доброе утро! Помоги, помоги! Я умираю без любви! Мне кажется, что ты сошла со мной. Мне нравится смотреть, когда другие люди без помощи. Всем добрый день! И сегодня у нас... Мы только что прошли раз. Сегодня у нас влог, как мы летим домой. Потому что вам очень понравился влог, когда мы летели сюда, в Корею. Потому что, видимо, вы любите смотреть на чужие страдания. Как она! Она тут, короче, постоянно ходит. Мне нужна помощь. Маш, возьми пакеты! Возьми пакеты! Мне так нравится смотреть, когда другие люди без помощи. Короче, она... У нее куча пакетов, и она вот так... У нее что-то падает, и говорит... Жема же, помоги, помоги! А я стою жжу. Жема же, помоги, помоги! Так нравится смотреть, когда другие люди без помощи. Короче говоря, все, мы сейчас собираемся. У нас вообще нет времени вот это сейчас сидеть и разглагольствовать. Потому что... Мы ждем, когда остынет. Не прошло и полгода. Вообще, у нас были совершенно другие планы. Мы должны были сегодня утром встать, поехать за новым чемоданом. Чтобы в новый чемодан сложить все стекло, которое у нас есть. В итоге, конечно же, мы никуда не пошли, потому что мы вернулись домой в 5 утра. Даже кажется, что мы сейчас со стороны прыгнем. Мы сейчас в сумме весим 210 килограмм. Да, типа, мы плюс чемоданы и плюс наши сумки. Ну, не знаю, типа, мы 80 килограмм сумме. Чемоданы 102. Это какой-то кошмар. Он играет в этой актрисе. У нас очень тяжелые чемоданы. Бедный мужик, я думаю, что 120 килограмм потекал ночью. Мы стоим, если честно, у нас очень сильный стресс. Я очень боюсь, что он вообще скажет, типа, у вас чемоданы везет миллион кг. Доплачивайте кучу денег. Мы не понимаем, куда нам идти. Тут есть единственная очередь, куда нам, возможно, нужно. Но я не уверена, что нам туда нужно. У самолета написано, что нельзя кучу. Кучу. В шоке. А если я его во рту пронесу? Тогда тебя от самолета вышли. Мы прошли паспортный контроль. Таким образом мы пошли паспортный контроль. Нас пропустили. И мы теперь в свободной зоне. Сейчас мы... Мы на зоне. Спускаемся на поезд. Тут ходит шаттл-трейн. До нашего гейта. И мы пойдем там кушать. Бизнес-лаунж. Ура! Ура! Мне нужны наушники. Мои наушники сломались. Итак, мы, конечно же, здесь шлип-дитфри. Конечно, мы сомневался. Кто бы сомневался. И мы идем в наш бизнес-лаунж. Надеюсь, что мы сейчас нормально пожрем, обожремся. И все будет отлично. Тут есть хлеб. Тут есть еще хлеб. Печенье. Вода. Да. И рамя. Я буду рамя. Хлопья. Фруктовый салат. Банан. Один. Лот номер один. Шин рамян. Лот номер два. Виноградовый. Виноградный сахар. Мне сказали люди, что... Ну, с кем-то я разговаривала, не помню. И мне говорили, что они никогда не мажут масло и потом еще джем. Это была я. Это была ты? Это была я. А сейчас ты почему не мажешь? Потому что я дома хочу. Господи. Мы сейчас прилетим в Пекин. И у нас уже предсадка в 18 часов. Нам нужно будет забирать наши чемоданы и заново регистрироваться на рейсе. Потому что, типа, где-то там у меня большой промежуток времени между рейсами. И из-за этого надо ждать. В 18 часов. Да. О, смотрите. Это вот так. Прикольно. Ну, сейчас первый перелет. Лупит только Пекин. Это... это самая страшная тайна. Мы еще любим. Да. Ее мама любит BTS. И стройки. Еще когда? Меня. Мы когда-то пошли гулять с нашим одногруппником одним. Ой. Ну, типа, на курсах. Он вместе с нами учится. И почти первое, что мы ему рассказывали, это то, что его мама любит BTS. Но это потому, что... Потому что он любит BTS. Он любит BTS. Да. Он сказал нам, что... Мы его спрашивали, почему, типа, Корея? Вы бы ждете, она нравится в Корее больше всего. Он такой, она нравится в Корее больше всего. Он такой, она нравится в Корее больше всего. BTS. Лиза. Мы с Машей. А вот это вообще ненормально. Мы уже пошли, мы уже улетаем, а мы все еще с пакетами. Это страшно, Боже. Мы с Машей спали всего пару часов. Боже, расскажи, что я чуть не сдохла ночью. Ночью? Просто мне казалось, как кровь уже хватает. Я проснулась ночью от того, что у меня кто-то справа изображает кота, потому что он делал так. Я просто заболела, я кашляю. Возьму кому-то, мне казалось, что ты умирала. Ну почему? Ты почему не спасла? Ты почему не спасла? Ты почему не спасла? Ты почему не спасла? Ну, я уже приняла решение, что если оно умрет, я просто возьму с собой котики. Ну, это, кстати, норм бизнес-класс, потому что когда мы летели бизнесом из Китая в Сеул, у нас был ужасный самолет. Самолет сейли. Ну это было ужасно. Просто. Ну, типа, отлично. Это не располованные твари, а на самом деле там реально было не очень. И проблема в том, что у нас самолет сломался. И мы стояли три часа и не могли слететь. Нам принесли еду. Вот такой вот у нас обедик, ребята. Вот это очень вкусно, очень вкусно. Доброе утро. Короче, сейчас будем кушать. А у меня заложено ухо одно очень сильно. Короче. У меня гайморит с раннего достаточно возраста. И у меня есть зависимость от сосудосуживающих капель. То есть я не могу дышать, пока я не забрызгаю в нос. Вот зависимая. Да, я наркоманка. И Маша уронила мои капли. Да не я уронила, а они сами упали. Нет, я их не роняла. У меня все врет. У меня все в самолете. И сейчас просто у меня есть еще Паша самолет. Достала мне эти капли. Короче, там сначала все эти стюарды пытались достать. А потом пришел какой-то мужик. Вообще не поняла. Пришел стюард. Пытался достать. Фигня. Пришли две стюардессы. Начинают достать. Пришла главная тетка стюардесса. Тоже начали доставать эту всю фигню. Они разобрали полностью все кресла. Они достали как-то мужик. Они достали вид чей-то из-под кресла. И такие, это ваш геноп? Да? Нет, это не мой капли, пожалуйста. Потом, короче, я вышла. И пришел еще кто-то. Его мастюардесса притворилась такая. И потом мы назвали какого-то мужчину в черном поле. Он вообще кто? Не знаю кто. Мне кажется, они просто рандомные пассажиры были. Короче, он спас. Слава Донку. Теперь я буду дышать. Как обычно. Не обошлось ничего без конца. Это просто какой-то кошмар. В Сеуле нам должны были дать два посадочных, чтобы мы не забирали наш багаж. И его сразу отправили из Пекина в Москву. В итоге нам сказали в Сеуле, типа, нет. Вам нужно выйти. Вам нужно выйти и забрать багаж. И в итоге. Мы теперь стоим. У нас были нервы. Я думаю, все, мы сейчас не улетим оттуда. Но сейчас все вот эти вот подарки Дашины и мои на миллиард вон пропадут, исчезнут. Багаж у нас пропадет. Наши вот эти все там, значит, вещи. Все исчезли. Что ты делаешь? Вот. Но вроде бы сейчас что-то делается. Я реально не знаю. Фиг знает. Я жрать не хочу. Я хочу Макдональдс. Не знаю, мне ничего не страшно. После того, как я закрылась и держала миграционную службу в Сеуле. Я понимаю, что я в базе. Мы все прошли. И, боже, это было очень стрессово. Мы сейчас идем бронировать какой-то типа отель. И я надеюсь, что мы пойдем в Макдональдс. Мы пойдем в Макдональдс. Мы пойдем в Макдональдс. Мы пойдем в Макдональдс. Сто пудов. Мы забронировали капсульный номер. Ой, боже. Ооо. Заноси, заноси. Подожди, подожди. Давай я держу. Я боюсь. Вот это, конечно, места много. Макдональдс закрыт. Это так печально. Я еще не говорила о такой стране. Я приехала в Китай только для того, чтобы пахавать Макдональдс. Потому что в прошлый раз мы пахали только Хашбраун. Да. Вот эти Макзавтраки, которые, если честно, мне не нравятся. Мне нравятся Макзавтраки, но я как бы рассчитывала на то, что я попробую все провезти китайского Макдата. Да. Потому что в Сеуле мы жрали Макдональдс с пулькопи. Я просто не знаю, как это склоняется слово. Короче, пулькопи. Потом там еще было с кальветаном, по-моему. С внутренней стеной. А еще там ужасные кальки соуса. Мы идем есть рамен. Да. Пока кушаем рамя. Ой, заскнитесь. Ой. Как тебе? Мне пельмени понравились. Я очень люблю пельмени. Какой ты любим их пельмени? Жареные, вареные. С каким соусом? Ну вот идеальные пельмени. Я люблю пельмени вареные, но их чуть-чуть поджаренные, чтобы не только корочка появилась. Я люблю с соевым соусом, когда я их подаю. Люблю с таким чуть-чуть острым. Но мне его нельзя, поэтому с соевой сметаной. А я люблю, когда пельмени, значит, ты вот макаешь пельмени в сметану и цепишь соль сверху и хаваешь. Это очень вкусно. А если вот как русские пельмени наши? Ага. Сибирские. Я люблю, короче, просто оливковое сливочное масло, соль и перец. Соль, чеснок и грёный лук. Видите мой глаз? Уже 6 часов без витамина С. Я умираю без вебина. Мы каждый день по несколько банов пили этот витамин С. Я так его люблю. Не знаю, что я буду делать, когда он пропадет из моей жизни, а он уже пропал. Мы сейчас уже увидим его из Кореи. Я считаю, что нам надо вернуться в Корею только для того, чтобы пить витамин С. Сейчас мы заказали напитки в Старбаксе, и мы сейчас их протестим. Я сказала, что её напиток странный, а у меня вот этот вот пинг-дринк что-то... Я подумала, что этот тот самый струборик, он это репрешер. Но мне кажется, это не так. Можно двое? Да. Памечка. Нам очень скучно, здесь нет никаких развлекаловок, поэтому я сейчас... Я не знаю, мне такое китайское кино. Да. Вот и зависит в правое кино. Да, но там только по QR-коду оплата. В общем, тут вот есть вот такие вот игрушечки Popmart. Я хочу себе игрушечку. Я хочу вот мифи. Ещё хочу... Девочку вот эту. Да что? То есть здесь тоже нельзя платить. Просто для кого этот аэропорт сделали, я не понимаю. Я уже за вот эту машину сяду. Я гонщик нелегальный, профессиональный. Я влезаю. Да они одинакового размера. Не, Маша... Маша... Маша, ты слегка... Огромный дядя Маша. А может, у меня пухает? Гонщик нелегальный. В виде нашей скорости. Мы их устали. Мы просто не думаем. Но всё-таки всё. Вы знаете, чего я хочу? Хочу найти ролики вот по этой вот дороге, просто нестись. Сколько мы их включаем? Себя, ну интересный факт. Мы с Машей... Почему это горячее? Меня обманули. Стоп. Ещё раз. Нет, даже она брызгает холодно. Я не думаю, что это удивительность такая. Мне кажется, что ты сошла со мной. Это частя для горячей воды. Ну ты это снимаешь? А зачем ты хотела какой-то интересный фактор сказать? Где? Это Крик Бейт. Ребята. Интересный факт. Все вы знаете, что мы с Машей всем известные шипоголики. И какой как бы должен был быть расчет, что мы научены опытом 116 килограмм одежды в наших чемоданах. Мы не будем покупать ничего. У нас 6 пакет. Я уже говорил тебе, что такое безумие, а? Папа, не смотри этот влог. И мама тоже не смотришь этот влог. Я купила арбуз. А мы идем покупать тростишки и носочки. Да, потому что у нас нет ни того ни другого. Ну почему-то мы взяли с Машей все. У носков это все. Это же будет вот так логично. Доброе утро. У меня опухшее лицо. Я вся в прыщах. Что такое? Отвали со своим этим самым. Мы проспали. У нас веселение из номеров должно было быть в 7 утра. Сейчас 9.30. Просто проблема в том, что я почему-то когда сюда приехала, я перестала каким-то любым образом реагировать на будильники. Расскажи, как ты вчера меня будила. Сначала я положила ей телефон поближе. Под ухо. Я стою. Это не работа на тебе. Маша. Маша встает. Маша встает. А то мне на свою бить помогает. Она не вставала. Я наделаю, что она умерла. Но в процессе ночи и кашли. Да если бы мне категорически на нее насрать. Неориентированный аэропорт. А еще китайские туристы неориентированы. Вот как мы должны вот это вот понять? Это вот они про Кокорийс говорят. Вот напишите в комментариях нам. Он по-китайски знает. Ну китайский не знаю. Вот мы шарят на мониторе. А я хочу что-нибудь сожрать. Какой-нибудь шоколад. Вот такая. Будешь? А я буду. У нас опять задержка есть. Две тысячи лет спустя. Смотрите на это. Там ужасно. Скажи почему бы у тебя не было штуков? У меня в одном из моих наушников вылетел вот этот внутри штука. Динамик. Что это не динамик? Я не знаю как это называется. Короче вот эта штука. Она туда внутрь спала. И на этот наушник не перестал работать. Я попробовала сейчас из Сеула в Покине. Я ехала с этим наушником одним. И у меня в одно ухо прогачивала музыка. А вот другое. Короче мне казалось что я глохла уже на одно ухо. Я как в клубе была только с одной стороны. Поэтому я решила попробовать найти альтернативу депроводных наушников. Но это единственный вариант который был в аэропорту. И это просто тебе. Во-первых они большие мне. Типа они не влезают в него. А во-вторых. Это ужас. А у меня норм наушники боже. Мы кушаем. Правда мы уже почти все съели. Но здесь была манго. Рыбка. Рыбка. Помидорка. Как будто лист салатный с каким-то что-то. С чечевицей. Это супчик у меня. Крем-суп. Это что? Тыква. Морковь. Морковь. Картофель. Может быть все вместе. Маша отдала мне свой манго. А я отдала свой помидор. А еще она мне отдала свой чечевиц. Я потому что ненавижу чечевиц. Она просто нишка. Я знаешь что за то люблю? Щи. Суп я люблю щи. Обожаю просто. Его с рисом вкусно. Я в шоке. А там где? Мне кажется что это только первая. Ну да. Из коллекции. Мне принесли главный. Ну второй. И тут она завачивает. Я купил патейту. Я правда не понимаю. Где шрифт. А где патейта. Опять нас трясет. Нас так трясет. Это просто. Здесь девушка аж заорала. Да? Это не яблоки. А основное будет. Хватит меня салатиками кормить. Я маю. А почему она сказала ей что это шрифт если это кость? Мне кажется это ребрышки типа. Я сходила уметься, сейчас у меня делась какую-то китайскую маску, которую мы купили в другой шуточном магазине. Если у меня... если мне нравится кожа, то у меня здесь у меня эти маски. Помню, я смотрела влоги Кати Адушкиной, она когда летала, то она постоянно делала маски для лица. И я тоже там видела, но я никогда так не делала, поэтому время пришло. Ну что, я похожа на Катя Адушкина? Да не, 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 не. Тут, типа, дяденька встает. Просто входит на твой кресло, а затостанет, спорит немного. Все сами тебе приходят. Тебе же не припакают, а ранее что-то под кресло в самолете. Как можно припакать? Слушай! Сейчас тебе твой ноготь доломают. Ты же говоришь, что когда мы вернем вдруг и вернемся в Москву, мы все еще останемся сумасшедшими, потому что в этой поездке мы сошли с ума. Мы все-таки предполагаем, что если нас с тобой разделит, то мы снова станем обидуальными. Ведь безумие, ты же знаешь, оно как гравитация. Нужно всего лишь слегка подтолкнуть. Нет. Эта психотравма останется на долгах. В общем, Слушай приняли решение, что когда мы вернемся в Москву, будет стоять тысяч, что мы не общим. Да. А еще, мне кажется, что наших чемоданов не будет. А кто им сигнал упадал, что мой чемодан нужно заново отправить? Ну, по идее, они печатали эти штуки. Ничего и не печатали. Если мы будем с чемоданом, я тебе приду. А я-то что сделаю? Я сказала, что нет. Ребята, я уже дома как несколько дней. Все наши чемоданы долетели, мы очень спокойно прилетели домой. Уже здесь вот в Москве. В общем, я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. И в следующем я буду распаковывать свои чемоданы и покажу, что же я купила. Поэтому, если вам интересно, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...